Очередное заседание облдумы получилось продуктивным и дискуссионным. Наибольшее обсуждение вызвал снятость с рассмотрения вопрос о так называемых детях войны. Коммунисты региональные и федеральные считают, что необходимо оказать социальную поддержку родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и наделить их правом первоочередного приема в дома-интернаты и выплачивать им ежемесячно 365 рублей к пенсии. Ивановские парламентарии, принявшие закон в первом чтении, в этот раз высказали свое бурное негодование. Если принимать такой закон, однозначно он должен быть федерального уровня, потому что дети войны это не проблема Ивановской области, это однозначно федеральная проблема, то есть проблема федерального уровня, ответственность государства. И если должны быть какие-то льготы этой категории лиц, то это должна быть ответственность именно государства федерального уровня. Аналогичный проект рассматривается и в Государственной Думе. И сомнения насчет его состоятельности такие же. В России проживает 120 тысяч людей, которые подходят под эту категорию. 80 тысяч из них уже обладают определенными льготами. Я полагаю, что законопроект несправедлив по своей сути, по своей концепции, с учетом того, что я не понимаю, чем гражданин, родившийся 3 сентября 1945 года, хуже гражданина, родившегося 1 сентября 1945 года. С учетом того, что они жили в абсолютно одинаковой стране, в абсолютно одинаковых условиях. Это первое. И второе, законопроект совершенно не учитывает личный трудовой вклад гражданина на протяжении его жизни. Коммунисты все доводы оппонентов считают ошибочными. В регионе 18,5 тысяч так называемых «детей войны». На них, говорят красные, даже в дотационном регионе можно найти деньги. Ежемесячная сумма невелика, а людям будет приятно. Ну что такое можно на 360 рублей купить? Это значит 4 десятка яиц и 10 пакетов молока. Это фактически депутаты, вот здесь лукаве, отказывают в каждодневном омлете вот этому ребенку, детям войны. Понимаете, омлет всего можно сделать в день. Поэтому я считаю, этот закон нужно принимать. Все за и против парламентария обсудит еще раз на внеочередном заседании областной думы 5 декабря. Виктор Смирнов отметил, законопроект будут рассматривать пристально и со всех сторон. Убедить депутатов коммунистам будет непросто. В правительстве области уже дали законопроекту отрицательное заключение.